В России начался эксперимент по борьбе с просроченной продукцией. Если не вдаваться в технические подробности этого эксперимента, продлится он, кстати, до 1 августа, то купить товар с истекшим сроком годности вскоре не получится, потому что кассовый аппарат просто не пробьет чек. Более подробно о нововведении поговорим с нашей гостью. У нас в студии адвокат Евгения Суббота. Евгения, доброе утро. Здравствуйте, доброе утро. Вот прежде чем начнем говорить о самом эксперименте, давайте просто поясним, все ли магазины будут принимать в нем участие или это какая-то только выборка? На данный момент это выборка, это крупные сети гипермаркетов. Не все, конечно, пока маленькие магазинчики в этом не участвуют. А каким образом технически это будет реализовано? Технически... Почему это вы не делали раньше? Казалось бы, это элементарно, наверное, дату тоже можно как-то в стрих-код зашивать. Да, первые эксперименты уже по контролю качества были введены в 2019 году. То есть во многих магазинах уже эти программы установлены, но там именно о качестве продукции шла речь. А сейчас идет речь о том, чтобы не допустить... Честный знак, если я не ошибаюсь. Честный знак, да. То есть там в 2019-2020 году уже что-то вводилось, а сейчас уже именно речь идет о том, чтобы не допустить продажу просроченной продукции. То есть чтобы человеческий фактор исключить. Давайте тоже поясним, как мы понимаем, не все продукты пока тоже участвуют в этом эксперименте. Какие категории товаров? Да, не все. Там некоторые категории молочной продукции. Ну там довольно-таки большой список. Минеральная вода, некоторые виды слабоалкогольных напитков и детская вода, бутилина. А мясо, мясные продукты? Пока нет. Сыр пока не входит в этот список. А, кстати, давайте напомним нашим зрителям, вот на текущий момент, какие правовые регламенты, если вы купили просроченный продукт, что с ним можно сделать? Ну, у нас действует закон о защите прав потребителей. Потребитель, который обнаружил, что товар просрочен, может прийти в магазин, либо поменять его на товар надлежащего качества, либо сдать и вернуть деньги. Упаковка не повреждена должна быть? Даже если повреждена упаковка. То есть можно открыть, да, уже обнаружить, что молоко, допустим, скисло и потребуется. Конечно, да, может быть, не обратил внимание на то, что там дата стоили. Конечно, вот так и бывает обычно. А вот если возвращаться вот к этой цифровой блокировке, да, насколько я понимаю, что некоторые магазины в России уже участвовали в этом. Да, есть какие-то сведения, к чему привел этот эксперимент? Магазины, которые участвовали, они как раз, это речь шла не о просрочке, а о качестве продукции. То есть у них на кассе ничего не блокировалось, то есть они просто отслеживают линейку от того, как молоко, допустим, залили в бутылку, и когда это молоко поступило на прилавок этого магазина. Вот этот весь процесс, по тому, как оно хранилось, в какой момент заливалось, чтобы там все было надлежащего качества, вот это проверялось. А сколько это вообще, ну, такая широко распространенная проблема? Есть какие-то данные по поводу того, какое количество выявляется? Ну, только официальных данных просрочки 20 тонн выявляется, да. Это в стране нашей, да? В стране, да. А что значит просрочка? Это то, с чем обратились уже покупатели, то, что они приобрели, или это какие-то комиссии нашли на полках магазинов? То, что даже сами магазины, когда обнаруживают, они должны это все дело утилизировать, то есть должны уничтожить эту продукцию. Какая-то допускается после проведения экспертизы переработка в какие-то другие продукты? Да, сейчас тоже активно это обсуждается, что можно и в удобрении, и садоводам, и сколько-то не выбрасывать. Ну, там, на корм скоту, например. А какая-то ее вот должны уничтожить. А вот, кстати, сейчас многие магазины, но, опять же, это я видела только в крупных сетях, допустим, остается там день-два до окончания срока годности. Просто ставят цену на 50% ниже. Это законно, незаконно? Это законно, но вот я общалась с экспертами, которые следят за контролем качества, они нам не рекомендуют как потребителю покупать такие товары. А вот почему? Ведь производитель ставит, допустим, до 25-го, допустим, февраля. Почему 24-го уже лучше как бы не брать? Ну, вот эксперты, которые знают, как качество проверяется, говорят, не стоит. А мне знакомый, наоборот, сказал, что мясо лучше брать, которое подходит к сроку годности. Говядину, по крайней мере. Ну, я про молочные продукты спрашивала. Что-то типа ферментирование происходит такое. Эксперимент начался, да, вот как вы думаете, насколько это перспективное такое направление и, в принципе, насколько вот этот цифровой контроль на кассе в дальнейшем поможет и какую-то фальсифицированную продукцию выявлять и так далее? Ну, что касается фальсифицированной продукции, все-таки на кассе это будет блокироваться именно просроченная продукция. По дате, да. Да, по дате. А то, что касается фальсификации, я читала, что если этот эксперимент пройдет удачно, который сейчас проходит, и его внедрят, там как раз будет возможность по отслеживанию, насколько товар законно в оборот был запущен. То есть будет возможность отслеживать фальсификацию. Евгения, вот ваша инструкция, вот как действовать, пока еще только начинается эксперимент, да, естественно, не все магазины в нем участвуют. Вот ты купил молоко и обнаружил, что срок годности это все, тю-тю. Что делать, какая должна быть? Первым делом все-таки идти в магазин, потому что, ну, тут зависит от того, ты хочешь повоевать или все-таки поменять на качественный товар. А есть какие-то прецеденты, что удавалось отсудить, может быть, какую-то сумму денег? А знаете, это очень сложно, только в том случае, если был вред здоровью причинен, и через экспертизу была доказана причинно-следственная связь, тогда да. То есть, грубо говоря, мы приходим с этим молоком или, неважно, каким-то другим просроченным товаром в магазин, показом, я только что вас купил, и вот, посмотрите. Нет, еще нужен паспорт, Ксюша, потому что нужно будет писать заявление, я уверен. И в итоге тебе должны будут вернуть деньги, то есть, никакой компенсации тебе за такое приключение не положено. Ну, поменяют, наверное, на свежий продукт. Попробовать можно получить компенсацию, потому что законом у нас запрещена продажа просроченной продукции, то есть, всегда можно сказать, что ты пойдешь в Роспотребнадзор. Да, в книгу жалоб. Спасибо большое, Евгения Суббота, адвокат нашей студии. Будем надеяться, что скоро просроченных продуктов в наших магазинах уже будет не найти.